Когда заходишь в квартиру к Нине Корж, сразу понимаешь, что здесь живет человек не только творчески одаренный, но и без памяти влюбленный во все народное. Нина Ивановна с детства рисовала, но жизнь заставила на время оставить хобби. Пришлось поработать по всей стране, в основном на севере. Мастерица по профессии геолог. Вместе со своими коллегами проводила изыскания там, где планировалось строительство атомных станций. И еще с тех времен привыкла к валенкам, а последние 10 лет расписывает их узорами народных промыслов. Основная идея у меня была создание этой коллекции, сохранение росписи нашей Нижегородской области, хохламы, городецкой росписи, полхов майдан. Здесь есть свои секреты. Прежде чем наносить рисунок, войлок нужно обработать клеем, чтобы хоть немного выровнять поверхность. Потом еще нанести несколько слоев краски. Самое главное – закрепить нарисованное горячим утюгом. И гарантия как минимум на 5 лет обеспечена. Проверено на сестре. Она мне подарила их еще 5 лет назад, первые валенки, которые расписала. Ну а валенки мы носили с самого детства. Правда, не расписанные, но носили постоянно валенки. Даже еще спор был у нас, кому валенки носить, и кому сапоги. Со своей коллекцией ностальгия, 3 комплекта расписных валенок и верхней одежды к ним, дизайнер уже занимала призовые места на конкурсах модельеров в Москве и Санкт-Петербурге. Но особенно памятен Нине июнь прошлого года, когда на Международном форуме моделей, талантов и дизайнеров она познакомилась с кутюрье Пьером Карденом и подарила ему пару авторских валенок. Он меня спрашивал, что это вышивка или роспись. Ну я объяснил через переводчика, но судя по реакции, ему понравилось. Эту титулованную коллекцию уже примеряют коллеги Нины Кош по Центру детского творчества. Дизайнеры отмечают, что люди предпочитают покупать эту красоту уже готовой, чем пытаться освоить трудоемкую технологию. Впрочем, традиционная российская зимняя обувь и так даст фору любым сапогам. Валенки сделаны из овечьей шерсти и не имеют ни молнии, ни швов. Морозы в них не страшны. Теперь можно смело отправляться на зимнюю прогулку. И быть уверенной в том, что не только не замерзнешь, но и ничего подобного на других не увидишь. Евгения Микаэльян, Михаил Гордников, Объективно, ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова